Здравствуйте, это СтопФейкНьюс, дайджест опровержения неправдивой информации о событиях в Украине. С вами в студии Алина Суганяка. Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что суд ЕС обязал Украину выплатить Януковичу и его сыновьям исковые затраты на общую сумму 250 тысяч долларов. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Сумма, которую Украина теперь должна компенсировать трем истцам Виктору Януковичу, Александру Януковичу, Виктору Януковичу-младшему, составляет 57 317,5 фунтов стерлингов каждому. По ее словам, это результат халатности действующих работников Министерства юстиции. Позже эту информацию, ссылаясь на Лукаш, распространила ряд медиа, в том числе и Russia Today. Но это решение суда оказалось фейком, так же, как и обязательство выплачивать Януковичам деньги. На сайте «Украинская правда» было опубликовано официальное заявление от Министерства юстиции, в котором опровергли пост Лукаш. Никаких решений Европейского суда о взыскании в пользу Януковича и его окружения с Украины хотя бы копейки, не говоря уже о 6 миллионах гривен, не существует в природе, так же, как и решений неимущественного характера против Украины в пользу указанных лиц. Семья Януковича действительно апеллировала в суд ЕС с просьбой разблокировать их счета и выплатить компенсацию. Мы изучили оригинал решения суда ЕС, который не содержит никакой информации о возмещении денег Януковичам со стороны Украины и не удовлетворяет просьбу семьи. Наоборот, в нем пишется, что заявитель должен оплатить судебные издержки, а само ходатайство Януковичей отклонено как явно неприемлемое. Российское издание Дниру и другие опубликовали новость с заголовком «Украине отказали в членстве в ЕС». При этом издание ссылается на интервью премьер-министра Нидерландов Марка Рютта к голландскому изданию. «Мы считаем, что Украина должна иметь и хорошее отношение с Европой, и с Россией. Это невозможно, если она будет в Европейском Союзе». Но это личное мнение премьер-министра Нидерландов. Оно не может отвечать мнению всего Европейского Союза, ведь решения там принимаются коллегиально. Отметим, что Украина и не подавала пока заявку на вступление в ЕС, а планирует это сделать после 2020 года. Многие российские масс-медиа сообщили о том, что украинский парламент планирует обязать украинские радиостанции на 75% заполнять свой эфир музыкой на украинском языке. Об этом, например, заявляют в программе «Вести» на федеральном канале «Россия-24» и «Ина-ТВ». На самом деле в поданном законопроекте не предлагается отдать украиноязычной музыке три четверти эфира. В этом легко убедиться, прочитав текст документа. В нем говорится, что в музыкальных радиопрограммах и радиопередачах произведения украинских авторов и исполнителей должны составлять не менее 50% общего суточного объема вещания. А доля песен на государственном языке должна составлять не менее 75% от этих 50%. Таким образом, украиноязычной музыке предлагают отдать до 38% эфирного времени, то есть чуть более 9 часов в сутки. Украина.ру опубликовала статью под названием «ЕС признал бесполезность зоны свободной торговли с Украиной». В статье идет речь о том, что обедневшие украинцы не покупают товаров из Европы, а отечественные компании не готовы выходить на европейский рынок, и потому зона свободной торговли – это полный провал. Материал ссылается на слова главы представительства ЕС в Украине Яна Тамбинского. Но Тамбинский никогда не называл зону свободной торговли провальной или такой, что не принесла никакой пользы. В оригинале цитата чиновника звучит так. Сегодня мы можем сказать, что зона свободной торговли, открытый рынок с ЕС, не используется так, как мы того хотели бы и ожидали. А все из-за множества слабостей, в первую очередь экономического характера, из-за структурных слабостей украинской экономики. Как видим, чиновник ЕС не называет зону свободной торговли ненужной и бесполезной, зато объясняет, что она сейчас встретилась с определенными преградами. Впрочем, он также оптимистично советует Украине продолжать развивать это направление, а европейская сторона всячески страну поддержит. Стопфейк связался с пресс-этажа ЕС в Украине Давидом Стуликом с просьбой прокомментировать слова Тамбинского и их интерпретации на сайте Украина.ру. Он возразил искаженному заявлению в медиа. Статистические данные показывают, что ЕС – это уже самый большой торговый партнер Украины. Результатов зоны свободной торговли надо немного подождать. Это среднесрочный процесс. Надо также инвестировать в собственные предприятия, чтобы они соответствовали европейским и мировым стандартам, прокомментировал Давид Стулик. Отметим, что договор про зону свободной торговли действует всего три месяца. Это был выпуск Стопфейк Ньюс. Комментируйте, ставьте лайки и делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Субтитры подогнал «Симон»